Больно, до глубины души больно от того, что вокруг нас, среди нашего поколения, так много безруких людей. Ну, не в том смысле, что они инвалиды, хотя кто-то может быть рукожопых, то есть не умеющих не то, чтобы работать руками, а включить свой мозг и не лениться, просто задействовать руки, чтобы что-то сделать. Уже ситуацию наблюдаю лет, наверное, 15, так вот. И когда я говорю, что у нас, и не думайте, что и я противопоставляю себя кому-то, например, вам, тебе, мне. Когда я говорю, у нас, я говорю, неотделимая моя судьба, судьбы моего народа, да, от моей поколения. Безрукие рукожопые уроды мы все, ни хера не умеем, понимаешь? И не хотим, не хотим ничего делать сами. Потому что за предыдущие годы, когда все было хорошо, деньги текли рекой, наполнялись нефтедолларами и карманы, сначала чиновников и прочие олигархические шушеры, а потом все это растекалось из их карманов по карманов другим людей. А сейчас нет никаких тебе нефтедолларов, никаких тебе доходов от какого-то там экспорта. Все, все перекрылось, закрылось, все, кризис, полный локдаун, как сказал он еще был, да, весной. А мы остались безрукими рукожопыми. И гастарбайтеры все понауезжали обратно к себе по аулам, по кишлакам все, разбрелись. А что тут делать? Денег нету, что тут делать? Их наши красоты не интересуют, их только деньги интересуют. Денег нет? Привет, все. Салам алейкум. Не, не хочу ничего сказать плохого про гастарбайтеров. Ну и хорошего тоже ничего не могу сказать. Безруки такие же. Просто они готовы взяться, скажем так, за деньги. А мы, наши все ребята, не готовы взяться за деньги. То ли боятся, что не получится, и их там будут обвинять, еще из-за тебя, мол, не получилось. Либо просто, ну, считают ниже, может, своего достоинства, так называемого, эфемерного. Никакого не хотят, понимаешь? Какое может быть достоинство, если ты ленивый, тщедушный, бездельник? Понимаешь? Проиграли мы во всем. Американцам, европейцам и вообще всем этим протестантам, которые умеют работать. Вот посмотри на Америку. Посмотри на Европу. Ведь все на Ютубе ролики «How do they do it?» В переводе на русский «Как это сделано?» Или там «Лайфхэк», который неправильно называют лайфхак. Это все о том, как раз, что там у них умеют взламывать жизненные коды и делать что-то своими руками. И не стесняются этого. То бишь делать что-то своими руками. Да? Умеют. Пытаются. Получается. А наши? Наши готовы только полезть в кошелек, чтобы отслюнявить и заплатить тому, кто готов будет сделать и сделает. И то, понимаешь, если вдруг жлобство заиграет, могут и не заплатить. То бишь кинуть по-простому. Или не доплатить, не полностью заплатить. Этому в нашей жизни мы хорошо учимся. Нужно два принципа. Два принципа в нашей жизни у России, у русского народа. Первый. Как бы кого-нибудь наебать. А второй принцип. Следить, блядь, как бы тебя кто-нибудь не объебал. Вот и вся жизнь. Между двумя этими принципами она и заключена. А посередине-то нехорошая вся эта ситуация. Ничего мы не создаем своего. Ничего мы не придумываем своего. Никуда мы колесо прогресса не толкаем. Ни влево, ни вправо, ни вперед, даже не назад. Понимаешь? Тупо стоим мы на месте. Потому что уметь. Ничего не умеем. Придумать мы не способны, ленивые. А денег, чтобы заплатить кому-то, чтобы кто-то за нас придумал, нет. А те, кто умел, хотел, и был способен, утекли на западе в виде мозгов. и там они все это делают. Им за это платят. Без наемных. Весь интеллект ушел. А и молодежь, понимаешь, у нас сейчас такая вот, выходит из школы с полученными знаниями в виде ЕГЭ. Сами плюются, и родители их плюются, а уже сделать ничего не могут. Выходят в жизнь очередные жертвы ЕГЭ. И по жизни идут как жертвы. Ничего сами не могут. Может, единицы, единицы каких-то людей супер талантливых, супер пробивных и супер просто активных, просто активных человек. Чего-то добиваются. А остальные вот так вот толкутся между вот этими двумя выше мною обозначенными в принципе. Ну, вы поняли, да? Подумайте сами. Так же оно и есть. И государство еще тут в виде черта с рогами. Понимаешь? Оно одновременно и злой полицейский, и добрый полицейский. Нет. Вот так и живем. безрукими, то бишь, рукожопами, инвалидами умственного труда. Ничего не умеем, не хотим и учиться не хотим. Учиться уметь, не хотим. Уроды мы все. Да и я такой же, как все мы вместе с вами. И с этим я вас и поздравляю. Примите поздравления. Всего вам доброго.